Всем привет, с вами Кира Ярмаш и это первый выпуск вечерних новостей в этом году. Давайте обсудим, что интересного произошло за день. Под Нижним Новгородом столкнулись 50 автомобилей и есть погибшие. Рэпера Васю вызвали в военкомат после участия в голой вечеринке. А в Рязани сгорел дом Путина. Что там произошло, расскажу через несколько минут. И в самом начале выпуска посмотрим на страшные кадры из Новгородской области. Там произошла авария с участием 50 автомобилей. Погибли как минимум 4 человека, в том числе ребенок. 10 человек эвакуировали. Авария произошла на трассе М11 Нева. Вы сейчас видите, какая пробка из автомобилей растянулась на дороге. Причиной аварии может быть метель и плохая видимость. Следователи сейчас проверяют качество уборки снега на дороге. В прошлом году именно снег стал причиной столкновения 40 автомобилей на этом же участке трассы. В Подмосковном Подольске на пятый день после аварии на Котельной так и не могут полностью остановить теплоснабжение. В микрорайоне Климовск нет отопления в 93 многоквартирных домах. Люди сидят без отопления в сильный мороз. По ночам температура опускается ниже 20 градусов. Уже на третий день власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жителям замерзающего микрорайона не придется платить за отопление. Строчку уберут из январских платежек. И пообещал, что людям также компенсируют возросшее потребление электричества. Удивительная все-таки щедрость не платить за услугу, которую жители так и не получили. На железной дороге рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле произошел взрыв. Как видите, государственные агентства пишут об инциденте или о хлопке, хотя, вероятно, речь идет о военной диверсии. Разрушений и пострадавших нет. Опять же, по официальным заявлениям. Однако Уральская железная дорога пока приостановила движение поездов. Никаких кадров с места взрыва нет. В ограниченном городе Шрибеке на Белгородской области объявлена воздушная тревога. Местные каналы также публикуют записи, на которых слышны взрывы. Местный губернатор пишет, что атакована промышленная зона. Информации о пострадавших пока нет. А теперь посмотрим видео из Рязани. Это горит дом Путина. К сожалению, не Владимира, а его племянника Романа Путина. Местные СМИ пишут, что пожар начался из-за проблем с проводкой, хотя в телеграм-каналах и соцсетях обсуждают и возможный поджог. В доме находился сын путинского племянника, он не пострадал. А вот так пожар выглядел издалека. Новый год уже наступил, а нам приходится и дальше обсуждать голую вечеринку Насти Ивлеевой и ее последствия. Рэперу Васю, который пришел на вечеринку в одном носке, сегодня вручили повестку в военкомат. Он должен явиться туда завтра, 9 января, хотя в этот день артист все еще будет в спецприемнике. В декабре его задержали на 15 суток за ЛГБТ пропаганду, а потом еще на 10 за мелкое хулиганство. Осенний призыв уже закончился, так что, вероятно, в военкомате Васю ждут для сверки данных. Хотя, возможно, что для рэпера могут сделать исключение. Мобилизация продолжается, так что его могут и на фронт отправить. Филипп Киркоров тоже до сих пор разбирается с последствиями вечеринки. Он несколько раз извинился за участие в ней и пытался оправдываться, что попал туда случайно. А теперь решил откупиться. Свой гонорар за участие в новогоднем шоу Киркоров отдаст жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов. Решение благородное, но вряд ли оно было добровольным. Ну и лишний раз подчеркну, что костюмы участника вечеринки – это вообще не дело полиции или суда. И еще одна новость. В сеть утекли данные 24 миллионов клиентов Альфа-банка. Это его полная клиентская база. Там фамилии, имена и отчество людей, даты рождения, номера телефонов и банковских карт. И еще данные о 13 миллионах юридических лиц. Базу опубликовала украинская хакерская группировка Киборг. Доступ к данным хакеры получили еще в октябре, но тогда они опубликовали только часть данных. Там, например, оказалась информация про Михаила Фридмана, Артемия Лебедева и рэпера Тимати. Кстати, сам банк опровергает факт утечки, хотя журналистские проверки показали, что информация корректная. Российский самолет случайно уронил авиабомбу на город Рубежный в оккупированной части Луганской области. Это ФАП-250. Вот так она выглядит. Весит бомба четверть тонны и при взрыве уничтожает все в радиусе 120 метров. К счастью, в этот раз снаряд при падении не взорвался. Окупационные власти Луганской области сообщают об эвакуации жителей близлежащих домов. Это уже второй такой инцидент с начала года. 2 января военные также уронили ракету на село в Воронежской области. Тогда ранение получили 4 человека. Это были главные новости понедельника. Поддержать нас можно, поставив лайк или на патреоне популярной политики. Сейчас на экране именно тех, кто уже это сделал. Мы работаем благодаря вам. Спасибо и всем пока.